Вспоминая первые часы и дни широкомасштабного вторжения, кроме всего прочего, следует отметить, что агрессор массово наносил удары по нефтебазам и Кременчукскому НПЗ. Цель была понятна – лишить ВСУ топлива и тем самым остановить все механизированные силы наших войск. И действительно, спустя всего несколько дней топливо исчезло из продажи, а где появлялось, в первую очередь отпускалось военным и аварийным службам. Можно было выстоять длинную очередь за 20 литрами и так ничего не купить. Тем не менее, по собственному опыту могу сказать, что в самое тяжелое время на наш призыв приносить все необходимое для производства коктейлей Молотова люди привозили дефицитный бензин даже с запасом. Поэтому пока были запросы на коктейли, проблем с бензином у нас не было. Наверное, сейчас все это выглядит смешно, но в первые несколько недель, когда вообще не было понятно, как все будет, коктейли уходили просто сотнями бутылок в день. Все это к тому, что спустя какое-то время изменили логистику, включая поставки топлива, распределенное хранение и постепенно все начало налаживаться. Само топливо везли из Польши, например, но тем не менее, помощь друзей была только одной из важных переменных восстановления топливного снабжения. Внутри Украины все надо было перераспределить таким образом, чтобы усилия рашистов, направленные на формирование энергетической удавки, оказались безрезультатны. Именно тогда и чуть позже, когда россияне стали наносить удары по ТЭЦ и электрическим подстанциям, стало понятным то, что наши западные партнеры пока не могут осознать в полной мере. Вся инфраструктура строилась без учета того, что у какой-то условной федерации может съехать крыша, и она начнет делать то, что мы видим. А потому практически вся эта инфраструктура является собой набор крупных, стационарных и крайне уязвимых объектов как для ударов ракетами, так и дронами. Причем большую часть таких объектов просто невозможно перестроить как-то иначе уже во время войны. А потому основная часть усилий направлена на то, чтобы иметь возможность быстро восстанавливать то, что подверглось нападению. И опять же, все это делается с деятельным и существенным участием наших партнеров. Наверняка когда-то все это будет подробно описано, и там будет показан масштаб усилий, которые были предприняты для того, чтобы преодолеть все то, что противник нам сотворил намеренно и целенаправленно. Но на самом деле все это очень важно хотя бы потому, что когда население конкретной страны несколькими поколениями вообще никак не воспринимало подобных проблем, поскольку с ними не сталкивалось, вдруг оказывается в нашей шкуре, только тогда становится понятно, насколько все построено уязвимо для злонамеренных действий агрессора. В связи с этим вспоминается удивление от вида странных домов в Шарм-Аль-Шейхе. Внешне они не были похожи на жилые, и потому гиду был задан вопрос о том, что это за здание, а сами они выглядят массивными дотами. На этот вопрос гид ответил просто, это еврейские дома. Особо в историю он не стал погружаться, но все же сказал о том, что во время оккупации Синая Израилем евреи построили здесь жилые дома. Потом они ушли, а дома остались. Так вот, понимая то, в какой враждебной и опасной обстановке им придется жить, израильтяне и дома построили соответствующие с толстыми стенами и бойницами вместо окон. Как было написано у классика из курса марксистско-ленинской философии, бытие определяет сознание, и сознание говорило евреям строить дома, которые могут выдержать осаду или обстрел. Понятно, что выглядит это странно и даже страшно, но когда речь идет о том, что РПГ влетит в дом через стеклянный фасад, но не пробьет метр-полтора бетона, то тут даже спорить не о чем. Неприспособленные к такому дома хоть какую-то иллюзию безопасности дают при соблюдении правила двух стен. Строили себе дома так, чтобы внешняя стена была защитой тех, кто находится внутри. Укрупняя эту картину на масштабы страны, можно сказать о том, что Запад построил себе дом со стеклянным фасадом, бассейном и красивым видом на море. Только вот в этом море болтаются корабли живодеров, которые держат этот домик под прицелом, и как только приходит осознание этой угрозы, то оказывается, что ничего для таких вызовов не приспособлено, и между прочим, лапти не очень далеко ушли от чего-то подобного. Имея самый крупный арсенал ядерного оружия в мире, они себе в голову не могли уложить саму возможность того, что по их территории и критически важной инфраструктуре кто-то сможет нанести удары, которые будут разбивать ее просто в хлам. Кроме того, россияне действительно были уверены в том, что их ПВО самое яркое в мире и перехватит все, что угодно, и плюс к тому им в кошмарном сне не могло привидеться, что их инфраструктуру будет утюжить именно Украина. То есть у них легко укладывалась возможность наносить удары по инфраструктуре Украины, но вот зеркальный ответ они себе ни сном, ни духом не допускали. И вот сейчас они оказались перед той реальностью, перед которой мы оказались 24 февраля. Теперь им понятно, что Украина уже начала валить их инфраструктуру и что средствами ПВО им это не удастся предотвратить. А раз так, то надо взглянуть в глаза новой реальности. И она оказалась все той же, что и у нас. Буквально все крупные инфраструктурные объекты представляют собой стационарные объекты, координаты которых очень хорошо известны. А это значит, что имея решимость валить по этим целям и средства, которые могут это обеспечить, можно это делать в режиме нон-стоп, и промахнуться по такому будет очень сложно. И тут для лаптей имеется неприятный, но существенный повышающий коэффициент. Украинцы промахиваются намного реже, чем они сами, а потому все то, что летит по таким целям, принесет ущерба больше, при том, что самих средств нужно меньше, а их мощность вполне может оказаться существенно меньшей, чем то, что применяют они сами. Удары по усть Луге и Туапсе показали, как все обстоит на самом деле. И, скорее всего, в Москве уже задумались над тем, во что все это выльется и, главное, что со всем этим делать. Подсказка лаптям – вывести войска со всей территории Украины, вернуть украденных детей и выплатить репарации. И вот оказалось, что при всей своей протяженности территории Федерации, кроме безусловных плюсов, есть и ряд минусов, с которыми невозможно бороться теми методами, которые были применены в Украине. В самом деле, у нас уже давно изменена система логистики, которая позволила нам выстоять за счет дробления как партий, которыми поставляется топливо, так и мест его хранения. Если противник сейчас поставит задачу ударить по топливной логистике Украины, у него на это не хватит ни технических, ни физических возможностей. Проще говоря, рассредоточение этой логистики и использование производственных мощностей топлива за рубежом ставят саму постановку такого вопроса абсурдной. Но у нас это осуществимо по двум основным причинам. Первая – Украина имеет довольно компактное территориальное строение. И вторая – самые уязвимые места этой логистики, которые невозможно эффективно диверсифицировать, НПЗ, находятся за границей, а значит, вне зоны досягаемости оружия противника. А вот у лаптей каждый из этих двух пунктов является собой нерешаемую проблему. Осуществлять бесперебойные поставки топлива так, как это делается у нас, там невозможно как раз из-за огромных расстояний, и это проблема. Вторая проблема – им приходится полагаться на то, что производят их собственные НПЗ, а их никуда не спрячешь и не перенесешь за Урал все по той самой логистической причине. А раз так, то они будут стоять на месте и будут манить к себе ракеты и дроны. Удары по Туапсе и Усть-Луге показательны вдвойне. Вместе с атакой перерабатывающих мощности агрессора удары показали, что ВСУ начинают эту эпопею не только с НПЗ, но и с портовой экспортной инфраструктурой. А на экспорт в западном направлении работают два порта на Балтике, один из которых Усть-Луга и два на Черном море. И если Новороссийск отгружает сырую нефть, то Туапсе – нефтепродукты, произведенные на том самом НПЗ, который подвергся атаке. Это цели из разряда «два в одном». И этим ВСУ как бы намекают на то, что это обратка за то, что Лапти разбомбили наши нефтебазы и НПЗ. И плюс к тому, сдача той же монетой за налеты на нашу портовую инфраструктуру летом-осенью прошлого года. Не удивлюсь, если эти налеты были осуществлены в рамках операции «Карма». Но это еще не все. Эти жирные цели должны были получить намек, в первую очередь, а с учетом дальности, на которую ВСУ теперь уверенно доносят боеприпасы, то буквально вся центральная часть федерации уже попадает в операционную зону наших средств поражения. А раз так, то теперь НПЗ и нефтебазы могут разбираться хоть построчно, хоть в шахматном порядке. И думаю, что противник уже начал это понимать. Причем не только вверху, но и внизу. Уже есть сообщение о том, что на целом ряде АЗС население уже выгребло бензин под ноль. А ведь мы еще даже не начинали. И это не фигура слова. Ни один такой объект еще не пережил массированные атаки с использованием 10, 20 или 30 дронов. Как только ВСУ продемонстрирует нечто такое, то любой НПЗ, который подвергнется такой атаке, просто перестанет существовать. И что самое неприятное для рашистов, с этим они точно ничего не смогут поделать. По технике такие объекты надо бы прикрывать системами ПВО, но опять же, все разбросано по огромной территории. А потому объекты не получится сгруппировать под одним зонтиком, и придется в каждом месте ставить собственную систему ПВО. А такая программа ставит без штанов не только федерацию, но и более богатые страны. И ведь это мы ведем речи только об НПЗ, нефтяных терминалах и крупных нефтебазах. А у них же еще имеются пароховые, ракетные и прочие заводы, и туда может прилететь с таким же успехом. То, что лапти начинают все это понимать, и что видят не тот разворот войны, который они себе представляли, выражается не только в сметании бензина на АЗС, но и в более фундаментальных действиях. Вот что пишет Раша Пресса. Региональные власти предложили ввести особый правовой режим вокруг Курской атомной электростанции АЭС до конца войны в Украине. Одной из основных мер, предложенных региональным оперштабом, является ограничение доступа людей в зону безопасности АЭС. Предполагается введение дополнительных ограничений, включая запрет на рыбалку в непредусмотренных местах и осуществление фото- и видеосъемки. Также будут запрещены проведение культурных, спортивных и других массовых мероприятий, не связанных с деятельностью и строительством Курской АЭС. Видимо, там поняли, что сейчас идет процесс возврата долгов за то, что их освободители творили в Украине. И началось все с чисто военных объектов. И вот теперь очередь дошла до инфраструктурных. Поскольку местные власти никак не могут повлиять на Шизу Путина и его маразматической бригады, они начинают готовиться к тому, что Украина вернет все то, что прямо сейчас делают их войска в Украине. Поэтому решили городить зону отчуждения вокруг АЭС. Кстати, это очень правильные выводы, поскольку их манипуляции с нашей захваченной АЭС уже запускают определенный ход мыслей и у самих лаптей. Тем более, что Курская АЭС вообще находится рядом с границей Украины. И только наша добрая воля дает возможность ей до сих пор работать. А мы помним, как противник пытался атаковать под станцию Хмельницкая АЭС. Так что они все правильно понимают. Такие зоны отчуждения пора городить не только там, но и вокруг других станций, НПЗ, заводов по производству боеприпасов и всего того, что может дать хлопок, от которого сложится ближайший населенный пункт. «Война, она такая, и не только ты стреляешь в кого-то, но и кто-то обязательно будет стрелять в тебя». Между прочим, это первая поняла их элитка, вынужденная вернуться на болото из комфортных Европ, штатов и других мест, где они привыкли проживать. То, о чем они себе думают, осталось бы неизвестным, если бы не сообщение в Роша-прессе. Оно имеет очень примечательный характер. «В элитной деревне Раздоры, расположенной на престижном направлении Рублевского шоссе, у сотрудника силовых структур загорелось частное бомбоубежище. Пожар произошел на территории Лесное, на участке, занимающем чуть более ста соток». То есть элитка, несмотря на близость к телу, имеет более конкретное понимание того, что собой представляет их ПВО, и чего стоят слова с царя, который рассказывает о том, что она перехватывает все и обогнала всех. Частное бомбоубежище – святое. И чтобы не складывалось впечатление о том, что нару себе вырвал богатый параноик в единичном экземпляре, «Раша пресса» примерно очарчивает круг лиц, кому мог принадлежать такой нескромный участок на Рублевке. Из публичных источников известно, что участками размером более ста гектаров в подмосковной деревне Раздоры владела семья помощника Дмитрия Медведева и генерала ФСО Михаила Михеева, именно в Лесном, а также заместителя министра обороны Руслана Цаликова. Последний жил по соседству с министром финансов Антоном Силуановым. Так что это деятели пусть и не внутреннего круга, но уж точно первой линии. А они зря суетиться с бомбоубежищами не будут. И, скорее всего, там поняли, что большие габариты их страны не всегда полезны. По крайней мере, в ИСУ только что показали, что нашли метод, которым безо всяких санкций могут начать вырубать просто секторы экономики РФ. И это не какие-то заявления, а практические действия, которые не оставляют никаких сомнений. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин